У меня для россиян плохие новости. Итак, на днях стало известно об освобождении Азербайджаном еще 21 населенного пункта от армянской оккупации. Таким образом, всего освобождено уже более 140 населенных пунктов. Также Алиев заявил о взятии под полный контроль границы с Ираном. Азербайджан продолжает занимать населенные пункты на юге. Де-факто юг Карабаха для Армении уже потерян и от границы с Ираном Карабах отрезан. Азербайджану потребуется еще несколько дней, чтобы занять и дочистить все, что там еще осталось, но тут результат уже предрешен. Местные источники передают о коллапсе обороны армян. Азербайджанцы все чаще захватывают пленных, таким образом можно констатировать факт захлопывания вышеловки. Еще из важного стоит отметить, что авангард азербайджанцев, наступая от Ханлыка, серьезно продвинулся к Лачинскому коридору. До самого коридора осталось 10-12 километров, до Лачина – 14-16. Сейчас бои идут в 10 километрах от него. Сообщается о тяжелых потерях армянских формирований. Азербайджанцы активно используют дроны. Потеря Лачинского коридора будет иметь катастрофические последствия для всей системы обороны армян в Нагорном Карабахе. А тем временем, с помощью турецких дронов, монотонно, с расстановкой и уже буднично, азербайджанские войска продолжают утилизировать военную технику и живую силу противника. А количеством брошенной армянскими военными военной техники, в том числе тяжелой, можно вооружить армию небольшой страны. В рядах ВС Армении уже чувствуется нехватка военной техники, боеприпасов и продуктов питания. Система управления армянскими войсками на оккупированных землях Азербайджана практически разрушена. Бреши в обороне пытаются законопатить гражданскими лицами. Это потому, что азербайджанская армия при поддержке Турции высокотехничным вооружением методично и уверенно сокрушает армянскую армию, которая является зеркальным отображением российской армии. И здесь Россия поплыла. Наркокартель МИД РФ сообщает. Причин для задействования ОДКБ в Карабахе нет. ОДКБ помогает своим государством-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Диапазон голоса бункерной крысы сменился на фальцет. Мы понимаем, что такая ситуация, когда большая часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно. Все это на фоне вспыхнувшего шпионского скандала в Турции. Турция арестовала российских шпионов и грозит пересмотреть контракты с «Газпромом». Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании «Босфорус ГАЗ», крупного покупателя российского газа. В общем, я в предвкушении, как Эрдоган будет жонглировать Фаберже обнуленного. А пока что памятка для бандустанов Московии. Кто последний выходит из состава вашего искусственно созданного уродливого образования, тот и будет выплачивать нам репарации. Я вас предупредил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова